Дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас такой быстрый разбор вот этого вот кардиганчика. Очень простой, подходит для начинающих. Модно сделать как легкий кардиган, но длинный. Ну, в любом случае длину можно подкорректировать. Либо такое теплое основательное пальто. Вот, пряжу вяжется очень просто, девчонки, так что ничего не боимся. Сейчас я вам все-все-все расскажу. Если это пальто, я бы вам рекомендовала, девчонки, сейчас у меня нет показать, но я рекомендую, если это делать теплое пальто, то Alize Lana Gold Plus, там 140 метров в 100 граммах. Вот килограммчик берете. Да, может даже больше. Я думаю, больше, кило 200, наверное. Кило 200, кило 300, девчонки. Вот, там хороший состав, 49% шерсть, 51% акрил. Очень симпатично смотрится в вязке. Мне очень нравится жилет от Брунелла Кучинелли, связан именно из этой пряжи. Поэтому, вот посмотрите, как она выглядит, как бы в работе, ну, в вязке. Вот, и отличное получится и бюджетное пальто. Если хотите полегче кардиганчик, то Alize Super Lana Midi, вот, она чуть, состав, больше здесь акрила, меньше шерсти, 25% шерсть и 75% акрил. Здесь у нас 170 метров в 100 граммах. Это подойдет для того, для пальто, спицы, семерочку возьмите, будет отлично. И ту пряжу. Вы можете заменить. Это мое видение, я просто даю рекомендации. Если хотите полегче, как кардиганчик, не именно пальто. Вот, если вы на машине ездите, вам нужно пальто, просто, чтобы было, как бы, комфортно в машине, потому что, я знаю, многие не любят куртки, то вам нужно вязать пальто. И вам будет отлично. Вот, из той пряжи, что я сказала, Lana Gold Plus. А если вам нужен кардиганчик, то возьмите вот эту Midi, Super Lana Midi. Здесь хватит килограмма и, 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 и спицы пятерочку. Все, и смело вяжите, вот сейчас я вам все, все, все расскажу. Вот. Значит, вот такая вот конструкция, вот такие вот детали, девчонки. Спинка, это прямоугольник. Мы, что мы меряем? Мы меряем длину изделия. 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 Ну, это будет 120-130 сантиметров. Ну, мы вы меряете свою длину. Учитывайте обязательно, что платочная вязка потом потянется вниз. Это очень-очень внимательно нужно к этому относиться. Вот. Далее мы измеряем ширину изделия. Изделия. Это полуокружность бедер плюс 15-20 сантиметров. Вот здесь вот смело можно добавлять 20 сантиметров, чтобы получилось пальто. Значит, если, допустим, полуокружность 50, плюс 15-20 сантиметров. Вот. Набираем внизу петли. Детали у нас тут по бокам сшивные. Можно будет их соединить вот в этом месте, в этой точке. Так что, в любом случае, поначалу вам нужно начать отдельно. Потому что здесь по бокам разрезы, что, по моему мнению, очень-очень удачное решение. Потому что, если пальто длинное, то, понятное дело, если оно будет просто сшито по бокам в самый низ, нам неудобно будет ходить. Но вот эти разрезы, они очень удачно нам упрощают ходьбу в этом пальто. Вот. Значит, что у нас здесь по краям? Я сначала думала, что там петли 4 провязана вот этой пышной резинкой. Но там, на самом деле, двойная кромочная. Я не знаю, есть ли у меня видео, если я не удалила. Но это классическая двойная кромочная. Если не знаете, пишите. Я вам сниму видео. Отдельно эту двойную кромочную покажу. Вот. Сейчас просто у меня скоростной обзор. А по узорам, если нужно, я сниму, не вопрос, это несложно. Вот. Внизу. Значит, здесь двойная кромочная. Двойная кромочная из двух петель. Средину мы вяжем сначала резинка один на один. Далее платочная вязка. Вот высота разреза. Сантиметров 30, как минимум. Можно сделать и больше, девчонки. Это зависит от того, как вы любите свободу движения. У меня шаг широкий. Я бегу всегда. Поэтому я бы себе сделала побольше. Вот. И вяжите вот столько, сколько вы хотите разрез. Если хотите соединить в этом месте, то оставляйте в этом месте, набирайте на полочку одну и вторую. Можете симметрично вязать две одновременно с двух клубков. Что здесь у нас? У нас мы, значит, вот это число, ширину, вот которую на спинку набирали, мы делим пополам. Плюс вот здесь вот у нас 7 петель. 6 петель у нас идет на планку и 1 кромочная. Кстати, здесь тоже можно сделать вот планку 6 петель. И плюс 2 кромочные. Сделать тоже двойную, чтобы оно перекликалось с этими разрезами. Двойную кромочную. Плюс 6 петель еще. Пышная резинка. Вот она так выглядит. Она, видите, она здесь растягивается. А вот у края она вот такая вот. Вот как раз такая планка нам нужна, девчонки. Почему? Потому что резинкой мы здесь вязать не можем. Платочная вязка, она стягивается вот по высоте. А вот полуполупатентная, пышная резинка, она тоже стягивается по высоте. И они прекрасно между собой подружатся. В этом варианте с платочной вязкой это идеальное решение. Потому что по, как бы, плотности они обе, как бы, уменьшаются в высоту. То есть, вот так, ну, так как там двойной ряд. Ну, в общем, будете, если бы вы вязали резинкой, резинка бы была растянута, платочная вязка стянута. То есть, этот вариант нам не подходит. Так, значит, либо если простая кромочная, то плюс 7 петель, либо если двойная, то плюс 8 петель. Ну, вяжем точно так же. Резинку где-то 5 сантиметров. Здесь я не сказала, наверное, да, что 5 сантиметров резинка. Далее, платочная вязка. Здесь двойную кромочную. Здесь вот эту пышную резинку плюс двойная кромочная. Пышная резинка есть. У меня видео там коротенькое. Но я думаю, вы ее уже все знаете. У меня много изделий ей связано. В любом случае, видео есть. Я оставлю под видео ссылочку. Она там в круговую. Но это, в принципе, и не важно. Не в круговую. Это просто первый ряд. Вы вяжете все время первый ряд. Что здесь? Чтобы хорошо, как бы, этот разрез не был раскрыт, мы здесь закрываем по одной петле при соединении. То есть, кромочную мы убираем и соединяем. Вот. Даже можно две закрыть и потом соединить. И тогда у нас эти кромочные прям встык будут. Вот. И вяжем до проймы. Вы рассчитали, а потом уже набирать открытым в пройме петли на рука. Так. Потом. Делаем обычный, классический, маленький вырезочек. Здесь у нас что? Примерно вместе с проймой мы начинаем делать сокращение где-то в четвертом ряду по одной петле для выреза горловины. Вот эти вот два места. То есть, здесь вы должны сократить только петель от половины от вот этой вот, как бы, количества вашей горловины. Потому что планка у нас вяжется. Вот. Когда вы довяжете до верху, планку вы вяжете и сюда присоединяете. Вот. Либо вяжете отдельно, а потом пришиваете. Вот. Ну и рукав мы либо вяжем отдельно, что уже в этом случае, если будет, что, я думаю, не надо делать, потому что при плотной вязке, ну, толстая пряжа, будет грубый шов. Вы сшите плечо, либо петля в петлю, либо крючком сшаете. В большом изделии я бы рекомендовала сшить плечо крючком. Там все-таки этот шов от крючка, он держит, как бы, немного это плечо в тонусе, да, не дает сильно растянуться, что нам не нужно оно держать. Должно, как бы, выглядеть, как пальто, а не... Я бы, конечно, сделала там скос плеча, но там нет. В модели нет. Поэтому я объясняю, как есть. Вот. Сшить плечо, потом набрать петли на рукав и вязать, как бы, сверху вниз рукав. При этом здесь тоже. Здесь не в четвертом. Здесь в шестом ряду, потому что платочная вязка, убавление в шестом ряду, возможно, в восьмом. Это вы уже поймете, как бы, наберете петли на рукав. И поймете по ширине, сколько вам нужен вот этот манжет. И придется тут посчитать, то ли в шестом, то ли в восьмом ряду, чтобы рукав был внизу так, как вы хотите. Что еще хотела сказать, и когда будете набирать, здесь платочная вязка, здесь платочная вязка, вот удобно тоже очень, что здесь набираются петли одна из кромочной. Больше не нужно. Как раз оно все в приплаточной вязке, это идеальный вариант. Ну, вот, в принципе, и все, девчонки. Я думаю, я все рассказала. Он простенький, на самом деле. Если уж вам сильно хочется, я могу связать, как бы, пошагово, прям, со всеми пройти этот весь путь. Ну, я думаю, он простой, вам и так достаточно, и вы с легкостью с ним справитесь. Все. А на сегодня я прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.